Доктор эзотерических наук, профессор. Без прошлого нет настоящего и будущего. Либерея Ивана Грозного. И экология нашего будущего. Ну, хотя я бы сказал, без прошлого нет настоящего, а без настоящего не будет будущего. Это первое. Второе. Эзотерическая наука изучает что? Микро-макро-космос человека. Кстати, сейчас говорили о мыслях. Вот вам говорю. Я с Натальей Бехтеревой 20 лет, мы с ней спорили до хрипоты. Я говорю, все мысли приходят извне. У нас сознание, подсознание. У нас нет такого слова подсознания. У нас есть над сознанием. Вот оно и обеспечивает нас умом внешним. Менгеле удалял мозг полностью, кроме эпифиза. И все равно люди, так сказать, все помнили, все слышали, все понимали. Он их потом просто ликвидировал. Значит, так сказать, это вот такие звериные опыты. Сейчас об этом нигде не пишут, нигде не говорят, словно как и не было. А почему Менгеле-то был лучшим учеником Павлова? Менгеле-то его хотели сделать личным врачом Сталина. Значит, так сказать, раньше о нюрбетских процессах, о звертых эсэсах, ой, чуток не говорили, чуток не писали. А сейчас тишина. Словно как все заново мы проходим. Понимаете? Это на всякий случай. Итак, эзотерическая наука. Здесь о ней говорят все на разных водах и на разных обладах, по-разному, так сказать, в разной трактовке. Но в конечном итоге все о ней только и говорят. Она сменила собой алхимию, по большому счету, либо, так сказать, наоборот, алхимия. Ну, раскол был всегда и везде. Но мы сейчас не об этом. Значит, о Либерии Ивана Гровного. Итак, значит, Москва, 31-й год, Кремль, Сталин собирает совещание, значит, наркомы сидят практически всех в ведомств. Почему так? Значит, речь идет об индустриализации страны. Значит, там вот говорят, ну, сначала надо, мол, индустриализацию привести, а только потом наркомат. Он говорит, нет, не надо ставить телегу впереди лошади. Не надо. Сначала наркомат, есть кого-то просить, а потом будем делать дело. Значит, а где брать деньги? Чекисты, так сказать, образовали торгсин. Значит, что могли сделали, это единственный опыт в мире, когда чекисты, спецслужбы, зарабатывают деньги для государства. И зарабатывали неплохо. Потом его аналог был в магазине «Березка», вот эта извращенная, вот эта номенклатурная торговая точка, что называется. Итак, Сталин задает вопрос. Нам надо, нам надо, значит, за 10 лет, к 41-му году, научиться делать от иголки до самолета, и от самолета до подводной лодки. В стране всего лишь только три завода, по сути дела. Путиловский, Соромово и Демидовские заводы, уральские. Все. Ваши предложения, товарищи. Ну, там один. Товарищ Сталин, да мы этот вопрос два месяца решим. Это как? Ну, Маньчжоуго, территория Монголии, предлагает нам за большие деньги в любой валюте, в любом количестве золота, наш лес. У нас леса, мы можем в течение полугода обеспечить, завалить страну золотом и валютой, покупать оборудование и так далее, и так далее. Он говорит, ну, как это будет выглядеть? А очень просто. Мы прямо от Лены, Оби, Амура, так сказать, Красноярский край и Ихутский край вырубаем лес, значит, прямо от берегов на 15-20 километров вглубь. Тайги сплавляем в Маньчжоуго, получаем золото. Сталин говорит, значит, слушайте внимательно, товарищи. Я, каторжник царский, прошел Россию от Сибири до юга и от юга до Сибири. Значит, по поводу леса, как только мы, как только мы вырубим лес от любой водяной среды, река, озеро, не важно, значит, нас ждет впереди, буквально, ну, может, пройдет пять лет. Ну, шесть, ну, максимум семь. Нас ждет катастрофа, потопы, пожары, наводнения, разливы. И все, что заработаем, все туда убухается. И все эти деньги будут бесконтрольные. Бесконтрольные. Если когда мы что-то планируем, мы что-то знаем, что мы будем тратить, то тут бесконтрольные. Значит, это первое. Второе, значит, а если под поводу леса. В 1929 году, как только Троцкого выгнали мы, так сказать, слава богу, не в этих стенах будет сказано. Хотя мы бога отменили в 18-м году, но тут можно сказать, слава богу. Он на русских людей смотрел, как на муравьев. Значит, так сказать, мы сейчас вот издали указ, значит, в 30-м год, как уже существует, среднюю полосу России сделать лесопосадки. Чтобы Россия никогда не знала, особенно Москва, ни землетрясений, ни пожаров. Значит, сразу информация. Значит, один кедр только за час может питать корабельный лес до тонны воды. Один кедр, значит, так сказать, может удерживать колебания и землетрясения. Вот, значит, когда-то в свое время Москва переживала не одно землетрясение. Кстати, мы сейчас и не знаем его. То, что у нас есть Серебряный Бород, это благодаря Сталину. Хрущев хотел его вообще спилить. Значит, напрочь. Значит, а, так вот, значит, а, это первый момент. Значит, там еще поднимает вопрос. Товарищ Сталин, ну ладно, лес, ладно, не ходите манжоу-го. Значит, мы же можем сейчас, у нас же нефть, мы можем залить Европу нефтью. Он говорит, да вы что, совсем с ума сошли? Вы хотите страну посадить на иглу? Через 2-3 года что у нас появится? У нас появятся нефтяные царики. Мы их не сможем контролировать. Даже при аппарате ЕГОДе. Это кто не знает, так сказать, это был нарком внутренних дел. По должности нарком внутренних дел, по призванию садист. Если я не убил сегодня человека, я не усну. Дайте, иначе я не могу. Вот такие были люди. Но, тем не менее, чекисты очень деятельные люди. Деньги умели зарабатывать. Значит, а, для государства. Так вот, значит, а, Сталин на отрезок отказался. У нас сейчас сколько бензин стоит? А там он молчает. Ну, примерно в 5-6 раз дешевле, чем в Европе. Вот, как только мы ввяжемся в торговлю нефтью, мы будем привязаны к их ценам. Это аксиома, диалектика жизни. Не мне вам говорить. Я перед кого перед собой вишу? Людей, так сказать, равнодушных или людей, которые жаждут счастья для народа? Теперь идем дальше. Вот, значит, так сказать, есть у нас пути развития на Ямал, там газ, значит, газовая труба. У нас в СССР полстраны на керосинках живет. Будем газ поставлять. Как только обеспечим всю сельскую местность. А у нас еще до сих пор есть кое-где еще, где газа нет. Кое-где. На всякий случай. Значит, а дальше идут, значит, моменты истинные. Товарищ Сталин, значит, так сказать, ну, мы даже не знаем, где можно на скорую руку где-то раздобыть деньги. Ну, то, что вы у меня все, так сказать, не от мира всего, это я уже понял. Значит, вы мне скажите другой момент. Начнем строить индустриализацию. Как будет проходить? Значит, ведь будет же большой документальный поток, значит, из одного ведомства в другое. Они говорят, вот, значит, используя опыт, там, Франции, Германии, в среднем по ведомству рассматривается 3-5 месяцев любое предложение. Потому что любое министерство, значит, заинтересован только в своих интересах. И им там без разницы, что вы там хотите, чего вы хотите. Если это совпадает с нашим мнением, мы вам поможем. Не совпадает, доказывайте. Вот. Сталин говорит, 72 часа я вам даю на прохождение всех документов с подписью наркома на 80-й час. Идите домой, пусть вам жены собирают ваши рюкзаки. И это называется вредительство. А для товарища Сталина 25 лет туда, 15 лет сюда никогда сроком-то и не было. Это вредительство рассматривать необходимую документацию для прохождения движения технологической жизни по полгода. Это что мы построим? Это куда мы придем? Так не годится. Значит, так сказать, будем искать резервы. Вот, кстати, сказать. Значит, я вот тут читал, сейчас все пишут о каких-то курганах скидских, там, каких-то там печенегов, хазаров, половцев, там, что-то такое. И вот, кстати, сейчас поднимают там где-то за рубежом Либерия Ивана Грозного. Ну, я знаю, что Иван Гродный был домосед. Домосед. Он никуда не ездил. Человек жестокий. Крайне жестокий. Не мог он свою казну куда-то там за три девиземель. Значит, где-то здесь. Значит, заседание было расширенное. Значит, так сказать, прибыли на заседание, значит, помимо представителей наркоматов, значит, были, значит, Артузов был, конечно, Боки. Боки пригласил Барченко, как раз Барченко вернулся в своей последней экспедиции на Алтай, где он был на горе Белуха. Значит, это была последняя его экспедиция. Значит, и Барченко сказал, значит, да, мы, так сказать, можем такую проблему решить. Мы действительно хотели. Но сейчас вот в чем сложность? Ведь у нас сейчас на 100 физиков только один гуманитарий приходится. И он либо по возрасту, либо по желанию своему, но не хотят люди вот этим заниматься. Либо не могут. Значит, Сталин говорит, значит, если вам что-то удастся там найти, если будет какая-то историческая ценность, фолианты или там что-то из золота сделано, что представляет культуру прошлых цивилизаций, это надо беречь. Это все в копилку народа. Наверное, когда меня не будет, наверное, скажут, Сталин во всем виноват. Это Сталин все сделал. Сталин все погубил. Сталин такой-сякой. Значит, тут хорошо вспомнить фразу Хрущева. Да, Сталин сделал на миллиард добрых дел. На миллиард. Но он боролся. Обратите внимание, Хрущев. С врагами народа и с вредителями. И что он сделал? Значит, он разрешил вырубку леса. А когда был ГУЛАГ в 1929 году, значит, что делали? Значит, лес рубили. Рубили лес. Зэки рубили. Но в пяти километрах от береговой черты и вглубь тайги. Просекали, пробивали просеки и гелянки. Для чего? Значит, откуда пожары? Значит, густота, тайга густая. Значит, почва нагревается. Может быть, самовозгорание. Самовозгорание может быть. Не было поджога. Понимаете? Значит, а вот когда есть продах зелени, значит, вот, значит, надо гнилое леса рубить. Ослабленное леса рубить. Корабель за корабельный лес. Десять лет без права перепиской. Вот так и говорите. Товарищ Сталин виноват. Вот тут я согласен. Я виноват. А как мне с вами разговаривать? Вы меня не слышите? Царьков мне здесь не надо. Тогда зачем мы 200 царя скидывали? Мне нужна промышленность. Теперь, значит, что у нас тут получается по Москве? Значит, как у нас квартплата идет? Что у нас по ЖЭКам? Значит, ну, товарищ Сталин, у нас по коммуналкам метр копейка. Ну, при зарплате 200 рублей это допустимо. Согласен. Дальше что? Ну, как, если кто живет в отдельной квартире, 3 копейки метра. В отдельной квартире, да квартира, квартира рознь. Давайте-ка по 10. Слушаюсь, товарищ Сталин. А что у нас по наркомовским квартирам? А, ну, которая 200 метров? Ну, 10 копейек. И это вы называете социализмом? По рублю за метр. По рублю. За метр. По рублю. Вот это будет справедливо. Ну, товарищ Сталин, таких у нас на ногу. Я вам что сказал? Я вам что сказал? Что вам непонятно? Вопросы какие-то есть? Я вам отвечу. Товарищ Егода вам их разъяснит на досуге. И все будет понятно. Слушайте, товарищ Сталин. Вот это другое дело. Итак, я даю вам три недели. Надо подготовить весь план на строительство электростанций. О чем еще Ленин говорил по поводу ГРО. Ничто не было сделано. Да Троцкий не пустил. Мешал там то, да все. Троцкого нет. Уже как два года. А дело стоит на месте. Значит, даю вам год. В другом случае, в другом случае. Поедете смотреть на тайгу. Как она там дышит, живет. Посмотрите. Моими путями пойдете. Как я ходил. С севера на юг. С юга на север. Кандалак. При татком убежиме. И мы с вами поймем. Вам ясно, товарищи, наркомы? Ясно, товарищ Сталин. Ясно. Будем стараться. Мне стараться не надо. У народа нету самого элементарного. Искры. Мы страну с такой приняли. Искры вот такой. Вы что? К 41-му году у нас все должно быть. В Германии фашизм поднимает голову. Вам что, это не касается? Или вы думаете, куда-то вы уедете? Вы у меня уедете. Вы у меня уедете. Специально для вас. Петбулак построен. Специально. И в дальнейшем. Хочу вам запомнить. Если вы будете ко мне приводить на знакомство замов. Я сначала всех отправлю на экскурсию. У Лефортова. Два часа никому не помешает. Посидят, посмотрят, подумают. Будут принимать другие решения. И так сейчас говорим. Теперь разошлись. Там еще были другие такие вопросы. Куварные. Это уже мы будем распускать. Сталин любил юмор. Боки, Артузов. В том времени Артузов уже стал начальником разведупра. Он был в контрразведке, а стал разведупра. Надо было укрепить это дело. Барченко вызвал жуткие условия. Он привлекает, значит, Зельдовича, моих учителей, значит, так сказать, чтобы был костяк людей надежных. Дело серьезное. Значит, ну, пока чем ряжились, ну, значит, и согласились. Значит, Артузов подключил Коминтерн. Значит, все резидентуры подключились к этому делу. И что же выяснили? Грозный, Грозный. Вот Иван Грозный, Либерий, Либерий. Оказывается, он получил по наследству. Иван Грозный-то там получил-то так, что-то кое-чего. А кто был первым собирателем вообще богатства России-то? Кто? Володик, вот Красное Солнышко, Владимир Семенович, значит, отец, значит, Святослава. Так сказать, тот с мечом, он всегда говорил, казна России не нужна. У меня меч, завтра пойду на дорогу, золотишко наберу. Бандит, бикинг. Значит, Русь крестил, да. Кто, значит, не пойдет со мной креститься, тот не будет мне другом. Ну, кто же князью не захочет быть другом? Ну, кто же, своего умешку, конечно, тебе пойду. Значит, а кто начал собирать? Значит, все, изначально, Либерию. Значит, его один из 12 сыновей, рожденный, значит, Хромоногим. И у него правое плечо было длиннее левого. Значит, а фильм посмотришь, Ярослав мудрый, такой красавец, там, гираков. Значит, нет. Он, значит, ушел в себя в духовности, к совершеннолетию был совершенно образовным мальчиком. Значит, знал 10 языков. И Владимир его поставил, значит, как самого умного на Новгород. И, вот так сказать, он оправдал, все хорошо. Значит, значит, и тут я хочу делать маленькую поправочку. Вот и нашу российскую историю писал Карамзин. Был такой серьезный историк. Его наняли Романовой. Показать, очернить рот Ореликова. Как там были вот межусобицы, то, да, как все было плохо. А вот при Романовых вот все было хорошо. И вот такой заказ, сейчас так бы назвали, Карамзин выполнен на отлично. Значит, ну это другой момент, сейчас не будем, нет времени. Значит, а... Значит, а... И вот, значит, Ярослав мудрый, значит, взял за основу римское право и сделал первую русскую правду, первый закон. Не всякое преступление грех, и не каждый грех преступление. Значит, и начал собирать, собирать потихоньку для Руси, для народа, значит, так сказать, казну, куда входило золото, так сказать, какие-то интересные вещи от бывших цивилизаций. Уже тогда он эти слова говорил, гипербореи и атлантов. Не надо думать, что это только у нас родилось. Лемурия, это все, это все собственноручно Ярославом мудром написано. Значит, Ключевский потом это дело копал, докопался, а потом, когда чекисты принялись, они потом расплакались. И не... Зря мы тебя послушаем. Александр Васильевич, вот раскопали, сами не рады. Что теперь с этим делать? Ну, с такими знаниями ты долго не проживешь. Значит, так сказать, а... Так вот, значит, Ярослав мудрый умирает, так сказать, завещает там мир, дружбу между детьми, там... Да, его, так сказать, рогнеда жена... Слушай, ну, Ярослав, чем ты занимаешься? Черт и чего, какую-то либерию занимаешься? Да народ без знаний ничто. Если мы не будем образовывать народ, мы погибнем. Да наоборот, неграмотными легче управлять. Глупость, глупость страшная, несусветная. Только грамотный человек поймет, поймет, кто друг и кто брак. Только так. А не ждать, когда тебе голову оттекут, или там на твоих глазах убьют там мать, отца, и так далее. Вот. Вот его преабуло правление. Политика основная. Значит, теперь, значит, его сменил потом в Гнук. Сейчас нет времени, уже все, уже сейчас цепь нот. Значит, так сказать, Владимир, значит, Мономах, Вселович, значит, вот он, первый собиратель, попробовал собрать русские земли, значит, так сказать, под себя, под свою руку, и удачно женил свою дочь Марию, выдал за Алексея, императора, бизантийского. Вот вот сейчас говорил товарищ, значит, так сказать, страншущий монах, только я не знаю, старообрядец он или кто, или господствующий церкви. Значит, а, значит, ну и тут какой-нибудь момент истины. Значит, ему Алексей подарил шапку Мономаха, значит, от себя. Да, Константина Мономаха, после Первого Членовского Собора, который провел Первый Членовский Собор, подарил скипетр и державный шар, и лестовку магическую. Вот копию ее вы видите на мне. На мне видите. Копия, но только копия. Что она делает? Это, так сказать, это собирать, это, так сказать, это работа гипербореев и атлантов. Значит, она притягивает, значит, на биополе божественное исцеление души и тела человека и на божественное избавление от всякой нужной печали. Барченко сразу сообразил, он потом занимался психотронным оружием, сейчас об этом не говорят, так помалкивают, так потихоньку. Значит, а, и, так сказать, он на нее сразу записал вибрации, вибрации, значит, советских червонцев. И деньги пошли, и деньги пошли. Ну, просто прям как, вот есть такая народная мудрость, значит, вот такая сохранилась. Там, вот, и, значит, ну что за девка? Ну что за мужик? Ну к ним рукам, ну деньги так и прилипают. Ну так и прилипают. Вот, понимаете? А все просто. Тонкая управляет плотно. Что такое деньги? Кто знает? Деньги – это работа великих художников во все времена. Великих ювелиров, великих грамюров, химиков, технологов, гербовая бумага, госсекрет, страшный госсекрет. Значит, так сказать, в свое время делали мы один эксперимент. Была Джокфонда в музее Пушкина. Значит, ставили мы под Джокфонду коробку, значит, с 100-рублевыми купюрами, и только они должны быть новыми. Такая трын-трын, каждая бумажка. И деньги, вибрации денег, превзошли вибрации Джокфонды. Ну, в следующий раз, господа. В следующий раз. В прекрасной ноте. А, в летних игроков. А в следующий раз. Почему? В следующий раз. А вы думали как? А вы думали что? Аферист вы за ними. Да вы, да прекратите вы, прекратите вы. Не надо, не надо, не надо. Спасибо. Продолжение следует...